здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать вас на своем канале вот она и готова моя шутка а точнее полушубка душегреечка телогреечка из фурланы не знаю как разложить на столе чтобы она хотя бы частично уместилась показать и рассказать ну вот здесь видно как обработано бортики крючком столбиками без накида вот рукава зрители которые смотрят уже не первое видео точнее видели первое видео где я говорил что вижу и как вижу расчет из чего наверное сейчас спрашивает почему нет пуговиц да отвечаю потому что в результате я так часто говорила что примеряла каждые 10 сантиметров на себе что у меня даже стыдно об этом говорить но ошибка получилась не на размер 56 как у меня стремящийся к 58 а на размер 56 3 мяч к 54 мне кажется что когда вот я делаю как сейчас застегнула я сейчас просто на иголочках чтобы застегнуть это чтобы фотографировать висела когда я вот так накладываю теряю на пусть три или четыре сантиметра я что-то не высчитываю то у меня обтягивается спина спереди все прекрасно все замечательно как я про спину не догадалась я вот до сих пор не понимаю а когда я делаю примеряю шубку стык стык у меня она очаровательно сидит поэтому я до осени еще подумаю мне писали что молния это не самый удачный вариант якобы но будет задевать сама вот это вот пряжа под мех просится в молнию застревать и так далее я согласна но если у меня спина будет по-прежнему обтянута у меня не будет другого выбора я буду делать именно на молнии так что как просчитал сама не знаю но вот даже на моей подруге 54 размера носили чуть лучше чем у меня на 56 но идет безумно я рада что такую вещичку я сорганила поэтому значит молнию купить черненькую не проблема разъемную посмотрим ближе к осени я решу все-таки будет у меня на пуговица или будет у меня на молнии она и так и так очень интересно смотрится просто задумка такая как да вроде изначально понравилось мне сейчас нравится рукава у шубки сейчас на фотографии были завернуты вот эта серая часть на самом деле так они мне коротковато я и буду носить в 2 вот в таком виде когда они разогнуты отогнуты господи что же мне прям последним со словами недосып значит я все это дело по имеющейся меня шубе очки и размеры все кстати размеров если не брать серый воротник а считать от черной по спине то у меня 58 сантиметров ширина спинка меня где-то 68 а полочки в сумме когда стык стык будет не нахлёст где-то 72 примерно дают сантиметра рукава если считать именно от вот от этой части от того где уже отделил рукав от тела у меня включая все цвета и черные серы почему-то криво 40 сантиметров также важно сказать что рукав я вязала лицевой глазею всю шубку я вязала платочной вязкой рукав я вязала лицевой глади спицы номер восемь менялись на протяжении абсолютно всего вязания а вот уже перейдя на манжет так называем рукавочки я опять стала вязать платочной вязкой поэтому вся шуба манжет связано платочной вязкой рукав лицевой гладью рукав у меня оставалось 20 петель плюс 4 петли подреза но между четырьмя петлями подреза и основными петлями рукава я еще подхватила по петельки с одной с другой стороны то есть 4 петли подреза петелька чтобы не было дырки хотя здесь дырки незаметно и потом 20 петель рукава еще одна как бы мостик между подрезом основным рукава и того меня не 24 а 26 петель на рукаве гнала я абсолютно полностью нигде не убавляя не прибавляя петли обвязка это один рядочек столбиков без накида с уголка начала пошла пошла прошлась и по воротнику в том числе и в другой полочке тоже закончила крючок у меня без опознавательных знаков но он толстенький я думаю тоже или семерка или восьмерка номера нет но он под стать спицам я еще и сделала обвязку по низу но а потом я от нее отказалась вот не пошла она у меня вроде красиво вроде хорошо подвязку по низу я убрала а так абсолютно если брать еще по низу уходит ровно моточек пряжи серый вот потом я распустила то есть обвязка по низу взяла очень много довольно таки вот в целый моток ушло ушел бы на обвязочку крючком по расходу пряжи фурлана значит от 10 моточков черной пряжи у меня осталось только вот столь из нами до штатив не умещается все косы с такой шубы не так и показать и от трех моточков серый пряжи у меня осталось я так думаю практически моток вот это я вчера обвязку по низу убрала мне кажется моточек это вот у меня осталось от горловинки от рукавов а этот я потом от подвязки мне кажется два матка серого у меня ушло из трех и вот почти 10 знать бы да вот эту пряжу запустить на ширину чуть-чуть капельку но я еще не стирала это изделие пока не собираюсь все размеры я говорила в общем без вто я пока не стирала и еще к черный можно плюсовать моточек я рассказывал ссылку оставлю на ролике первое где говорила о браке у меня тоненькая ниточка шла не знаю рискну не рискну я шапочку связать чисто серую может быть посмотрим но грубо говоря вот если взять это наверное за полтора мотка или за моток но этого точно серый в общем у меня ушло в районе 12 мотков точнее я сказать не могу все таки я думаю здесь вот серый моточек есть это уже точно 12 вот к 12 моткам тут вот сколько ну прям совсем чуть-чуть почти 10 черный 2 серый меня ушло вот точнее сказать не могу первое впечатление пряжи фурлана плюсы очень быстро вязать мотки просто летят и очень теплая очень теплая меня спрашивали про подклад неплохо было бы на первых там места нет для подклад на суки был чуть побольше и шить я не умею если где-то чудом каким-то кто-то когда-то может быть поэтому пока планирую без подклада минусы слегка колется капельку но это минус не минус мы не будем носить ее на голое тело все-таки под шубейку как минимум водолазочку до нужно дальше сыпется из нее вот ну абсолютно все подряд сейчас я потрепала шубой на этом столе вот если еще и так вот весь палас из нее что-то летит какая-то пыль которую можно только собирать и еще какие-то я не знаю как это ворсочки не ворсочки на это самое из нее все летит и видимое и невидимое и все она собирает я постоянно буду чистить абсолютно все к ней липнет вот это минусы данной пряжи